Коррупция Только по статистическим данным Финпола Казахстана взяточничество есть во всех госпрограммах. Так, по программе «100 школ, 100 больниц» по итогам 2010-2011 годов утечка бюджетных средств составила порядка полутора миллиардов тенге. На питьевой воде украли около 500 миллионов тенге. Дорожная карта обогатила карманы чиновников на 200 миллионов. В 2013 году Финполам предотвращено нерациональное использование бюджетных средств на сумму более 3,5 миллиардов тенге. Но самая развитая коррупция в системе госзакупок и тендеров. У всех интересует материал. Любой чиновник получит какую-то должность. В первую очередь, когда плавают эти силы. Официальная статистика, как известно, весьма далека от реальных цифр. Надо думать, что ущерб, нанесенный коррупционерами Казахстана, исчисляется десятками миллионов долларов. Борьба с взяточничеством – задача первоочередная. Именно к этой проблеме приковано внимание общественного фонда «Транспернси Казахстан». На днях организация открыла первую антикоррупционную школу. Основная цель школы – рассказать о том опыте, который у нас есть, который есть у наших коллег, чтобы он применялся в Казахстане, чтобы этот опыт был основан не на огульной критике, либо какой-то популистических каких-то лозунгах, чтобы, если человек, научить человека критиковать с фактами на руках. Потому что сейчас понятно, что коррупция – это улица с двусторонним движением. Нет, чиновники виноваты, но и мы виноваты, кто даем взятки. Главная цель школы – вовлечь людей в борьбу с коррупцией. Граждан научат, как предохраняться от нечистых на руку чиновников. На первых же уроках слушателям рассказали вполне очевидные вещи. Больше когда попадается, это попадается, когда проводится государственный закон. Вот где они-то основные попадаются. Потому что интерес там и дающий, и не получающий. Потому что здесь самое главное, почему совершать, это материал не будет. Проблема тоталитарного Казахстана – полное отсутствие политической воли и оппозиции. Вечным препятствием тому единственная непререкаемая истина – мнение диктатора Назарбаева. За более чем 20 лет правления Елбасы народ катастрофически обнищал, а чиновники заметно разбогатели. Чудовищную коррупцию в стране можно по праву назвать детищем лучезарного. Антикоррупционная школа народу, конечно, не помешает. Но нужна ли она властям? Она нам нужна для вот этих вот маленьких, которым дальше жить здесь, в Казахстане. Это задача нас, взрослых, обеспечить им чистый, здоровый Казахстан, без коррупции. А это возможно только если каждый из нас поймет, что мы ответственны за это. Что ответственны не госорганы, либо финполиция с их стратегиями, или еще что-то. Ответственны мы. Борьба с коррупцией – благое дело. Но только в том государстве, где честное правительство. Казахстан, согласно международным рейтингам, к таковым не относится.